Метод setWindowPosition позволяет установить позицию экрана консоли относительно буфера экрана консоли. Данный метод является членом класса консоль, который расположен в пространстве EventSystem в сборке mscorelib.dll. Синтаксис данного метода. Метод имеет аргумент left типа int и аргумент top типа int. Возвращает ничего, а также является открытым и статическим. Аргумент left данного метода позиционирует экран консоли относительно левого края буфера экрана. Аргумент top позиционирует экран консоли относительно верхнего края буфера экрана консоли. Исключение данного метода. Исключение argument out of range exception следует ожидать если. Первый вариант. Значение хотя бы одного из параметров этого метода меньше или равно нулю. Второй вариант. Сумма аргумента left и ширины консоли больше чем ширина буфера экрана консоли. И третий вариант. Сумма аргумента top и высоты консоли больше чем высота буфера экрана консоли. Исключительную ситуацию security exception следует ждать если данный пользователь не имеет прав на использование метода set window position. и исключительную ситуацию input output exception следует ожидать если при работе метода возникла ошибка ввода-вывода. Давайте запустим консоль. То что мы сейчас видим на экране называется окном операционной системы. Окно операционной системы. В окне операционной системы находится окно консоли. В окне консоли находится черная область, которая называется буфером экрана консоли. В буфере экрана выводится вся информация. Окно операционной системы и окно консоли связаны друг с другом. При изменении экрана операционной системы изменяется и экран консоли. Он становится меньше. Если мы будем программно изменять размеры экрана консоли, мы увидим, что и размеры окна операционной системы также будут изменяться. Обратите внимание еще на такую особенность. В данный момент высота буфера экрана больше, чем высота окна консоли. Я это узнал, потому что на экране есть вертикальная полоса прокрутки. Это значит, что мы видим не весь буфер, а только его часть. Но мы можем перемещаться по нему, используя скролл. Горизонтального скролла нет, потому что текущая ширина экрана консоли позволяет увидеть всю ширину. Если я изменю размеры экрана, то скролл появится для того, чтобы можно было перемещаться по буферу. И в одном направлении, и в другом направлении. То есть я могу говорить о положении экрана консоли относительно буфера. Представим полный размер буфера экрана. Словно это полный размер буфера. Теперь мы можем видеть, что экран консоли находится вот в этой области относительно буфера. Проскроллив окно вправо, относительно положения экрана консоли и буфера уже поменялось. Теперь экран консоли занимает условно вот эту область относительно буфера. Если я проскроллю еще вправо, то можно будет показать другое относительное расположение. В примере ниже нам продемонстрируют использование свойств windowLeft, windowTop, windowWidth, windowHeight, bufferWidth, bufferHeight и cursorVisible. А также продемонстрируют работу методов setWindowPosition, setBufferSize и readKey. В данном примере на седьмой строке создается класс Sample. В теле класса Sample с девятой по тринадцатую строку создается пять открытых статических поля. Первые четыре имеют тип int, последнее поле имеет тип bool. Для чего будут использоваться данные поля, вы можете видеть в комментариях справа. Ниже создается тело метода main. На семнадцатой строке в теле метода main создается локальная перспектива. Переменная с именем m1 типа string, которая будет в себя содержать вот такое сообщение. Это сообщение в будущем будет вводиться на экран консоли для пользователя. Ниже создаются еще две локальные переменные типа string с именами g1 и g2. Данные переменные содержат следующие фрагменты. Эти фрагменты будут использоваться для формирования сетки в буфере консоли. Увидеть эту сетку можно, если запустить пример. Запустим пример, нажмем на enter. Вот данная сетка была сформирована программой с помощью всего лишь двух фрагментов. Фрагментов переменной g1 и g2. Идем дальше. Двадцать вторая и двадцать третья строка. Создаются еще две локальные переменные типа string с именами grid1 и grid2. Данные переменные будут содержать строки, которые будут заполнять буфер консоли по ширине. Опять-таки, если мы запустимся, нажмем на enter. Мы увидим, что каждая строка в буфере заполнена каким-то определенным количеством фрагментов. Или же с плюсом и с минусами, или же с вертикальной чертой. Так вот, каждая из этих строк была получена из переменных grid1 и grid2. Где они инициализируются, где они заполняются, мы увидим немножко позже, ниже в коде. Далее. Двадцать четвертая и двадцать пятая строка. Создаются два объекта типа string builder. String builder представляет собой аналог изменяемой строки. Мы знаем, что обычные строки, то есть экземпляры класса string в C-Sharp нельзя изменять. Тут создаются два объекта класса string builder, которые будут представлять собой изменяемые строки. Они дальше будут использоваться в циклах для построения строк, которые будет заполнять буфер по ширине. Двадцать шестая строка создается переменная с именем cki, типа console, keyinfo. И на двадцать седьмой строке создается переменная с именем i, типа int. Мы рассмотрели уже все объявления полей и локальных переменных, которые будут использоваться дальше в коде. Теперь давайте перейдем к логике. Двадцать девятая строка. Создается конструкция try.catch. В теле блока try с 32 по 36 строку идут строки кода, которые сохраняют текущие размеры экрана консоли и буфера консоли. Вот тут сохраняются размеры буфера, вот тут сохраняются размеры экрана консоли. А 36 строка сохраняется значение поля свойства cursor visible консоли. Данное свойство показывает в данный момент курсор консоли видимый или невидимый. Далее 38 строка очищается на экран консоли. На 39 строке на экран консоли выводится сообщение переменной m1. Вот, я думаю, вы помните, что там за сообщение хранится. Далее 40 строка вызывается метод read key для того, чтобы установить задержку экрана консоли, пока пользователь не нажмет любую кнопку. Если он нажмет, то будет переходить на 43 строку, где с помощью метода setWindowSize будет устанавливаться минимально возможный размер экрана консоли. Это нужно для того, чтобы ниже, с помощью метода setBufferSize, безопасно установить размер буфера консоли. Дело в том, что если случайно сделать так, чтобы размеры буфера будут меньше, чем размеры экрана консоли, то возникнет исключительная ситуация. Именно для этого, чтобы не было такой исключительной ситуации, мы сперва установили минимально возможные размеры экрана консоли и только после этого начали изменять буфер. Итак, устанавливаем размеры буфера. Ширина 78, высота 80. На 45 строке мы возвращаем размеры экрана консоли, делаем ее по ширине 40 позиций, по высоте 20 позиций. Ниже 49 строка создается цикл for, который с помощью объектов sbj1 и sbj2 будет строить длинные строки из фрагментов g1 и g2, для того, чтобы по ширине заполнить весь буфер. Давайте посмотрим, каким образом выбирается количество итераций данного цикла. Цикл имеет переменную итерацией i, y. В месте создания она инициализируется значением 0. Далее, вот условие изменения счетчика. Он будет каждую итерацию инкрементироваться, то есть увеличиваться на единицу. А вот условие цикла. В условии цикла сказано, что цикл будет продолжать свою работу до тех пор, пока значение переменной y не будет равным или же больше, чем ширина буфера консоли, деленная на количество символов в фрагменте g1. То есть, таким образом, вот это выражение рассчитывает, сколько раз фрагмент g1 поместится в буфере. По ширине буфера. В теле цикла на 51 и 52 строке на объектах sbj1, sbj2 вызывается метод append, который склеивает нужное количество фрагментов g1 и g2, получая из них строки. Ниже, на 54 строке, на объекте sbj1 вызывается метод append, которому передается три параметра. Значит, первым аргументом передается та строка, которую нужно добавить к строке объекта sbj1. К строке, которая хранится в переменной sbj1, мы хотим добавить фрагмент g1. При этом мы хотим добавить не весь фрагмент, а его часть, которая начинается с индекса, с символа, с индексом 0, то есть с первого индекса. А дальше мы хотим взять столько символов, сколько вернет нам данное выражение. А данное выражение поделит, посмотрит, узнает остаток от деления ширины буфера на длину фрагмента g1 и узнает, сколько же буферу не хватило символов для того, чтобы заполнить для того, чтобы заполнить его по всей ширине. 55-я строка тоже самое происходит и с объектом sbj2, только к нему добавляется фрагмент, который находится в переменной g2. Ну и, собственно, после выполнения с 49 по 55 строку в переменных sbj1 и sbj2 в этих объектах будут храниться строки, которые заполнят буфер по всей ширине. Далее 56-я и 57-я строка на объектах sbj1 и sbj2 мы называем метод toString для того, чтобы получить те строки, которые были построены с помощью данных объектов. Строки сохраняем в переменные grid1 и grid2 соответственно. 59-я строка свойства курсор visible консоли мы присваиваем значение false. Для чего? Для того, чтобы скрыть курсор консоли. На 60-й строке мы очищаем экран консоли и на 61-й строке организуется цикл, который начнет заполнять весь буфер консоли строками переменных grid1 и grid2. То есть вот в этом цикле будет строиться сетка. Каким образом выбирается количество итераций данного цикла? Значит, цикл использует в качестве переменной итерации переменную y, она инициализируется значением 0. После каждой итерации она будет инкрементироваться, увеличиваться на идицу. А вот условия окончания цикла. Цикл будет работать до тех пор, пока значение переменной y не станет равным или же больше, чем высота консоли минус 1. То есть мы сделаем ровно столько итераций, сколько строк в буфере. В теле цикла на 63-й строке отрабатывает условная конструкция, которая проверяет, какая сейчас идет итерация. Вот данное условие отлавливает каждую третью итерацию. Если текущее значение переменной цикла y делится на 3 без остатка, в таком случае на 64-й строке вводится на экран фрагмент, который был построен из... Вводится строка, которая была построена из фрагментов g1. То есть на каждой третьей итерации. На всех остальных итерациях будет вводиться строка, построенная из фрагментов g2. То есть та строка, которая находится в переменной grid2. После этого на 69-й строке устанавливается расположение консоли в точку 0.0 относительно буфера консоли. После чего на 70-й строке организуется цикл с постусловием do while, в теле которого на 72-й строке каждый раз читается символ, введенный пользователем, и информация о нажатом символе попадает в переменную cki. На 73-й строке переключатель switch case проверяет, какая клавиша была нажата. Если пользователь нажал клавишу на клавиатуре с стрелкой влево, то в таком случае отрабатывает данная ветвь оператора switch case. В этой ветви сначала идет проверка. Если окно консоли смещено влево относительно буфера, если свойство window left имеет значение больше нуля, то в таком случае устанавливается новая позиция экрана консоли. Смотрите, по аргументам данного метода понятно, что новое положение экрана консоли будет смещено влево на один относительно текущего положения. То есть, когда мы нажимаем на стрелку влево, экран консоли смещается на единицу влево относительно буфера. Если же пользователь нажмет на кнопку с изображением стрелки вправо, в таком случае будет отрабатывать вот эта ветвь конструкции switch case. В этой ветви будет проверяться, если экран консоли имеет смещение сверху относительно буфера, то есть, если свойство window top больше нуля, то в таком случае, смотрите, будет устанавливаться новое позиционирование экрана консоли, и она будет иметь уже отступ сверху на единицу меньше, чем в текущем положении. То есть, экран консоли будет смещаться вверх относительно буфера. Если же пользователь нажмет на кнопку с изображением стрелки вправо, то в таком случае будет отрабатывать данная условная конструкция, которая проверит, если экран консоли имеет смещение справа относительно буфера, то тогда экран консоли будет принимать новую позицию, в которой будет этот отступ уменьшаться. Вот смотрите, будет увеличиваться отступ слева относительно буфера, ну, соответственно, отступ справа будет уменьшаться. То есть, экран консоли будет двигаться вправо относительно буфера. Если же пользователь нажмет на кнопку с изображением стрелки вниз, то вы уже, наверное, понимаете, что произойдет. И давайте теперь посмотрим на условия цикла Do While. Значит, данный цикл будет продолжать выполнять итерации до тех пор, пока пользователь не нажмет на кнопку Escape. Если будет нажатие на Escape, значит, мы выйдем из цикла и перейдем в блок Final, в котором будут возвращаться дефолтные настройки для консоли. Консоль будет очищаться, ее размер будет устанавливаться, размер экрана консоли будет устанавливаться в минимальное положение. Для чего? Для того, чтобы безопасно изменить размеры буфера. Значит, буфер принимает свои старые значения ширины, высоты. Потом размеры экрана консоли также принимают свои прежние значения, которые были сохранены когда-то в полях Save Window Width и Save Window Height. После чего на 105-й строке также возвращается исходное состояние свойства Cursor Visible Console. Ну и если же при выполнении кода блока Try возникнет исключительная ситуация, то тогда данная исключительная ситуация будет перехватываться в блоке Catch на 95-й строке и будет вводиться сообщение данной исключительной ситуации. Давайте попробуем еще раз запустить данный пример. Значит, если мы нажмем на Enter, к примеру, то появится сетка тут же на экране консоли, которая была создана из фрагментов G1, G2. И мы помним, что теперь программа ждет, пока мы начнем нажимать на кнопки на клавиатуре. Если мы будем нажимать на кнопку вправо, то экран консоли будет смещаться вправо. Если мы будем нажимать на кнопку влево, то будет смещаться влево. Вниз смещается вниз, вверх смещается вверх. Если мы будем нажимать на какие-то другие кнопки, кроме стрелок, то ничего не будет происходить. И программа завершит свою работу, когда мы нажмем на кнопку Escape. При этом обратите внимание, что консоль принимает свои размеры, которые были указаны еще до создания сетки. Продолжение следует...